Спортивный комплекс «Автокран» передают в оперативное управление городской администрации. Предприятию он не нужен, а вместе с тем городу не хватает площадок для занятий спортом. Договор о безвозмездном пользовании расторгнут. И если не найдутся инвесторы, мэрия готова взять на себя обязательства, сделать все возможное, чтобы привести в человеческий вид этот объект. Речь идет о двух зданиях и стадионе между ними. Мы видели на стенах и грибок, и плесень. Мы видели, в каком состоянии конструкции здания. И, конечно, это все невозможно. Если здание будет содержать муниципалитет, он должен содержать его в надлежащем состоянии. Примерно сумма 15 миллионов рублей. Конечно, ее нет в бюджете. Мы будем работать поэтапно. Будем, конечно, рады любой помощи и от спортивных федераций, и от неравнодушных людей, если они возьмут на себя ремонт определенных помещений. Кроме того, необходимо разобраться с имуществом и оборудованием. Часть которого находится в залоге у банков, арестована или входит в состав конкурсной массы предприятия-должника. А в первую очередь, до наступления холодов, предстоит решить вопрос теплоснабжения зданий. Сейчас теплоснабжение осуществляется от завода «Автокран». У него не сформирован тариф, и поэтому наше учреждение не сможет заключить договор. И понятно, что в этот строительный сезон уже невозможно проложить новую теплотрассу. И самая проблема почему в теплоснабжении, потому что если здание будет отключено от теплоснабжения, оно полностью придет в ненадлежащее состояние, и восстановить его будет гораздо дороже и проблематичней. Также предстоит установить пожарную сигнализацию, сделать вентиляцию, паспорт безопасности, сертифицировать спорткомплекс. Существуют даже далеко идущие планы по модернизации стадиона. Есть такая идея по развитию четырех стадионов города, четырех районов города, чтобы это были опорными площадками для сдачи норм ГТО. Чтобы здесь можно и беговые дорожки, и прыжковые ямы, и игровые виды спорта. Причем игровые все виды спорта, то есть и регби, и мини-футбол, и волейбол, и баскетбол. В зимний период на этих же стадионах планируем заливать катки, дворовые катки, что это тоже не фигурное катание, а дворовый хоккей. И хотя на всеобщую тревогу о дальнейшей судьбе спорткомплекса, многие арендаторы усматривают плюсы в смене собственника. Сейчас, если это перейдет все на баланс города, у нас, знаете, у нас появляется возможность заключить договор с муниципальным учреждением на аренду этого тира. Тот документ, который я не могу получить от автокранов уже, наверное, больше года. Документ, по которому официально с меня берут деньги, потому что я плачу деньги в конверте, они куда-то уходят, ничего не ремонтируется. Основной вопрос, который волнует многих, кто привык здесь заниматься, за какой срок власти смогут привести спорткомплекс в порядок. Но точного ответа на него нет. Все будет зависеть от того, как быстро состоится процедура смены собственника и наличие денег в бюджете. По крайней мере, в переходный период спорткомплекс обещают не закрывать. Любовь Почерникова, Денис Денизов, РТВ Иванова.